Добрый день, дякую за увагу до нашей компании. Вчера завершились выборы местной советы. У межкомпании было 29 долготребновых назиральников. Працевала центральная команда юристов, аналитиков. Мы ожидаем назиранием больше чем на 100 выборчих участков. По выникум этого назирания мы пришли до полных местного, с яким мы вас узнаем. В выборчих комиссиях фактично отсутствует представительство оппозиционных партий. И самое истотное, что мы назирали раннейших кампаниях дискриминационные подходы до членения до полученцевых политических оппозиционных партий. В складе выборчих комиссий 97,8 представников от 4 правоуладных громадских объединений. Фактично, это 4 громадские объединения, это профсоюзы Беларусь, БРСМ, Союз Жанчин, Союз Ветеранов. И они фактично одними формуют склад выборчих комиссий в Беларусь. Это красава у нас свящаяся представительства оппозиционных партий в складе территориальных выборчих комиссий. Это маленькая синенькая, то есть башня, 7 членовек. Этот график нам показывает, как регистрировали процент проходимости при регистрации выдвиженцев от различных субъектов, партийных субъектов. Мы видим, что коммунистическая партия Беларуси, провластная партия, только 5% потеряла на этапе регистрации. Чуть выше процент у либеральной партии, либерально-демократической партии. И вот «Справедливый свет» и ОГП потеряли по примерно 21%. Но основным инструментом вырезания кандидатов в процессе регистрации является, конечно, сбор подписей. И тут очень важный момент, что процедура проверки подписей, как и другие процедуры проверки документов на этапе регистрации кандидатов, непрозрачный для наблюдателей, и поэтому это позволяет манипулировать в ту или другую сторону. Так само требует означать, что мы зафиксовали выпадки цензуры, агитационной продукции, цензуры биографичных датчиков кандидатов, которые размещались. Это такие красномовные выпадки. И это ситуация с Рыгором Костусевым, в школе семьями военных выборов, и комиссия, которая вырезала из его биографии, у сгадки, что он был кандидатом в президенты 2010 года, и старшинством в оппозиционной политической партии БНР. Нидия Михайловна обещала начальству компании, что она будет стерильной, стерильной не отрывалась, отрывалась максимально брудно. И это, в принципе, по моих особистых уражениях, одна из наибольших выборчих кампаний в плане вот этих процедур, связанных с голосованием под лику голосов, которые были, скажем, с часовым деятельности этого выборчего законодавства 2000 года. Треба означать, что детерминовое голосование в Беларуси наносило массовый характер порушения сбоку улада, это выкористание административного ресурса, примус до отдела в голосовании. Наши назиральники шматритие факты фиксовали завершение явки, когда явка просто бралась из потолка. У нас подлегает великую заклопоченность, это факты, которые в сродках массовой информации называются каруселями. На самом деле, это факты, которые мы фиксовали, шматрозового голосования одних и таких же особенно разных выборчих участков. Это выкликает величину, что у нас тревогу. В этой выкладке ранее наша кампания не фиксовала. Фактично, в тотальных выкладках, под лик голосов, отбывался по второй схеме, когда закрывался весь столб, и назиральники башни, только спины, сябровыборщиками, не отповедали менять международным стандартам и не могут являться свободными, демократичными и прозрыстными. И, на жаль, мы далее констатуем абсолютную деградацию выборчей системы Республики Беларусь. Республики Беларусь